Делегация Гомельской области В Итальянском Милане завершились дни Гомельской области в рамках работы самой масштабной в мире универсальной выставки Экспо-2015. Напомним, в составе делегации Юго-Восточного региона Беларуси во главе с председателем облсполкома Владимиром Дворником находились руководители райсполкомов, крупных предприятий и холдингов. Во время пребывания участников гомельской делегации в Милане были подписаны три соглашения о сотрудничестве с итальянскими партнерами. Также представители гомельщины побывали в Парме на предприятиях по производству сыра пармезан и ветчины прошутто. Финальной точкой официальной встречи стало подписание соглашения между провинцией Парма и гомельским облсполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Обо всем по порядку в нашем специальном репортаже из солнечной Италии. Павильоны 140 стран-участниц занимают общую площадь около 200 гектаров. Не последнее место здесь отведено и белорусским блюдом. Национальный павильон нашей страны за время работы посетило более 270 тысяч человек. Во время открытия дней гомельской области здесь также многолюдно. В торжествах приняла участие делегация юго-восточного региона Беларуси во главе с председателем облсполкома Владимиром Дворником. Я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели. И самое главное, руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет. И вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Познакомиться со спросом и предложениями, установить новые связи с прицелом на длительные деловые отношения. Каждый имеет определенную пользу от участия в выставке. В 2011 году между Калинингинским районом и Капанори, Италия, было подписано соглашение о сотрудничестве. В сфере это и культурной сферы, и социальной, и производственной. И вот сегодня мы передали еще раз предложение для того, чтобы итальянские партнеры наши посетили наш Калинингинский регион для более еще тесного и плодотворного сотрудничества во всех сферах народного хозяйства. Интернет сегодня значительно расширил возможности поиска, в том числе торгово-экономических партнеров. Но ничто не может заменить живые человеческие отношения и контакты реальные. Почти 100 зарубежных партнеров, в основном это представители бизнеса Италии, выразили заинтересованность в Гомельской области. Мы хотим сегодня, возлагаем одежду в первую очередь, более конкретные, воплотить в жизнь и стать более реальными проектами с Белоруссией, поскольку мы с Белоруссией уже, в принципе, работаем очень много лет. Кстати, на территории области уже работает 9 предприятий с итальянским капиталом. Объем инвестиций из Италии в регион в прошлом году составил почти 17 миллионов долларов. По мнению бизнесменов, не первый год работающих на белорусском рынке, инвестировать в экономику страны в целом и Гомельской области в частности – это выгодно. Мы выбрали Гомель как место, где фиксировать и где ставить как раз наш центральный офис, наши деятельности в Белоруссии по одной простой причине. Там было как раз самое большое количество предпринимателей между другими областями, и это первая причина. А вторая – потому что как раз это является такой интересной область, где как раз есть сильные связи с другими странами. Во время встречи делегации Гомельской области с деловыми кругами Италии в Милане состоялось подписание трех соглашений. Под одним из них между консорциумом «Совэнд Коу», агентством «Солидорита и Мерката» Италии и Гомельским областполкомом свою подпись поставил губернатор нашей области. Профирование соглашения о реализации инвестиционного проекта итальянской компании «Дрилмэк» на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон и трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Гомельским отделением торгово-промышленной палаты, администрацией СС и итальянской компанией «Фо Консалтинг» подытожила работу официальной части встречи. На следующий день делегация нашей области посетила Парму. Между этой итальянской провинцией и пятью регионами Гомельщины взаимоотношения в социально-экономической сфере и туристической отрасли документально были закреплены осенью прошлого года. Также установились отношения между белорусскими и итальянскими фермерами. В рамках протокола о намерениях с итальянской национальной ассоциацией животноводы «Фризон» специалисты кормянщины, чечерщины и открытого акционерного общества «Мелковита» получили опыт работы по технике пересадки эмбрионов крупного рогатого скота. Заинтересованных представителей Гомельщины гостеприимно приняли в мэрии города и в провинции Парма. В ходе встречи прозвучали слова благодарности от губернатора Гомельской области Владимира Дворника за помощь, которую оказали власти, общественные объединения и жители Италии после Чернобыльской катастрофы. Мы очень благодарны итальянскому народу за ту помощь, которая была оказана после катастрофы на Чернобыльской Айси. Это то, что вы получили помощь после катастрофы на Чернобыльской? Тысячи наших детей проходили оздоровление на нашей территории. Миллия и динуски бандинга, которые были получены на вашу территорию. За что мы вам очень благодарны. Финальной точкой официальной встречи в Парме стало подписание соглашения между провинцией Парма и Гомельским облсполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Книжний визит – это очень важный визит, очень значимый визит, который позволит нам развивать уже существующие отношения в сфере гуманитарной деятельности и на который мы рассчитываем повести вперед проекты, связанные с коммерческими вопросами и с работой в этом направлении. Во время визита в провинцию Парма производители посетили традиционное предприятие по производству сыра пармезан и ветчины прошутто. Руководство предприятия по производству ветчины высказало пожелание приехать на Гомельщину с деловым визитом. Губернатор области с удовольствием пригласил посетить наш регион. Не все, что увидели гомельчане на пенинах, можно внедрить на белорусской земле, но полезные уроки получили. Время покажет, насколько удалось закрепить деловые отношения и воплотить в жизнь передовой опыт итальянских сельхозпроизводителей. На площади Ленина в городе Мозыри состоялось вручение боевого знамени Мозырскому пограничному отряду председателем Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Леонидом Мальцевым. Напомним, решение о формировании нового территориального органа пограничной службы было принято президентом страны 18 ноября 2014 года. Отряд расположился на базе отдела пограничной службы «Прудок» Гомельской пограничной группы. Мозырский пограничный отряд был создан на базе отдела пограничной службы «Прудок». В зоне ответственности участок белорусско-украинской границы протяженностью более 370 километров. В современных условиях, вы сами видите, пограничная безопасность играет важнейшую роль в системе национальной безопасности страны. Соответственно, руководством страны, президентом страны Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется самое серьезное внимание для укрепления пограничной безопасности. Так вот, в рамках укрепления пограничной безопасности на южном направлении создан мозырский пограничный отряд. 21-й пограничный отряд именно такой порядковый номер получило мозырское подразделение, приступив непосредственно к охране госграницы. Все необходимые мероприятия по созданию пограничной инфраструктуры, комплектованию штата были проведены в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что пограничный отряд создан не так давно, за это непродолжительное время он смог показать высокий уровень слаженности, высокий уровень профессионализма и координации работы пограничных нарядов. Вручение боевого знамени для воинской части – это как второй день рождения. Издавна полки ходили в бой с развернутыми знаменами. Вокруг флагов битва шла особенно яростно. Особенно почетно для воина считалось пробиться к неприятельскому знамени и вместо него поднять свое. С боевым знаменем в любой части связана эта доблесть, воинское заслуги. С боевым знаменем в руках наши деды и прадеды защищали рубежи нашей Родины. В этот торжественный день, уважаемые пограничники, хочу пожелать вам терпения дальнейшего продвижения службы непреконосновенности границ. Мероприятие закончилось торжественным маршем. В Гомеле состоялось заседание коллегии областного управления МЧС. На нем были рассмотрены итоги работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в Гомельской области за первое полугодие 2015 года. Участие в коллегии приняли руководители и работники аппарата областного управления МЧС и его структурных подразделений, а также министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Министр отметил, в последние годы в нашей стране наблюдается положительная динамика снижения количества пожаров и гибели на них людей. Что касается, в частности, Гомельщины, наш регион выглядит наиболее показательно по сравнению с другими областями страны. За последние пять лет здесь на 30% удалось снизить количество пожаров и погибших на них людей. Подобный положительный результат достигнут благодаря активной совместной работе аппарата областного управления МЧС и его структурных подразделений, местных органов власти и всех субъектов профилактики. Однако в ходе коллегии подчеркивалось, останавливаться на достигнутом не стоит. Пока трагедии все же происходят и гибнут люди, необходимо искать более эффективные методы и способы работы, в том числе и профилактической. Кстати, в последнее время среди мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, наиболее результативными являются непосредственные встречи с населением. Информационно-аналитическим центром при администрации президента проведены исследования, аналитика, и она показывает, что люди действительно воспринимают непосредственно прямое общение с ними, посредством встреч в трех коллективах, посредством проведения сельских сходов, непосредственно встречи на мехдворах, непряженной беседе, разъяснения, объяснения. То есть мы продолжаем ту работу, которая способствует внедрению, в создание времени понимания, к чему приводит беспечность, понимание, к чему приводит халатное отношение к собственной безопасности. И там, где мы сумели достучаться, есть результат. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова